добрый день дорогие мои профессионалы и просто любители красоты преображение после 60 лет это возможно конечно же да представляю вам свою модель 62 года лидия тот самый случай когда у вас есть повод быть яркой выразительной красивой эффектной не такой как всегда не такой как обычно вот поэтому я выполняю такие яркие образы как раз преображая при помощи макияжа а также прически в этом видео уроке вас ждет подробная пошаговая инструкция как выполнить лифтинг макияж после 60 лет ну и конечно же объемная супер объемная воздушная укладка уже следующих видео уроках поэтому если вы не подписаны еще на мой канал и смотрите меня впервые то стоит подписаться конечно же ведь канал идет к миллиону таких же любителей красоты как и вы так и я ну что преображение при помощи макияжа с толком с чувством с расстановкой поехали в первую очередь я всегда внимательно осматриваю лицо и смотрю на недостатки и достоинства и конечно же за счет чего я буду делать макияж недостатки нужно скрыть спрятать это возрастные изменения мимические морщинки высота бровок обратите внимание что одна бровь выше другая ниже если я буду бровь выравнивать то соответственно это насколько мне нужно эту разницу sky так скажем скорректировать стоит ли на это обращать внимание чуть позже поговорим естественно акцент на глаза глаза блестят как бусинки хочется их еще больше раскрыть и сделать на них хороший такой акцент овал лица в прекрасной такой достаточно форме 62 года не забывайте лидии и соответственно я считаю что овал лица прекрасно выглядит в целом лицо прекрасно выглядит и модель у меня замечательной напишите вы и я буду с вами полностью согласна потому что конечно же несмотря на свой возраст лидия замечательно выглядит в любом случае в первую очередь я про вытираю лицом протираю лицо мицеллярной водой люблю я все-таки хорошо очистить кожу и мицеллярная вода прекрасно с этим справляется но затем после того как я очищаю кожу поверх уже взбрызгиваю гидролатом то есть пошло увлажнение за счет гидролатов потому что гидролат этот тоник который получает путем вытяжки из растений соответственно натуральный состав дает о себе знать естественно увлажнение в первую очередь на кожу потрясающе действует итак распрыскивала на кожу прям вот хорошо нанесла увлажнила прям в капельку даже и когда вот кожа непосредственно вот такая влажная наношу уже непосредственно крем для увлажнения для питания и в таком хорошем массивном его количестве вы видите что как маску я его наношу буквально 5-7 минут у меня лидия полежит и впитается этот крем затем излишки я все собираю убираю и таким образом крем работает как маска очень часто я показываю этот способ потому что он действительно результативно то есть несмотря на то что есть им различные патчи маски тканые маски вообще абсолютно все я это также приветствую но мне нравится все-таки миксовать из различных кремов то есть крем на века один полностью на лицо на зонду декольте другой крем и соответственно я знаю какой крем лучше всего разглаживает лучше всего работает и затем не оставляет липкость на коже да то есть весь крем я подбираю вот так вот влажной салфеткой и после этого только наношу опять гидролат и вот такая готовая кожа увлажненной у меня прекрасно готовы к дальнейшей работе на эту процедуру мне нужно 5-7 минут и поверьте она того стоит на самом деле то есть я за то что если вы делаете выполняете лифтинг макияж всегда ну вот как-то на это время выбирайте девчонки потому что макияж будет совершенно другой совершенно другая конечная работа у вас будет если вы дополнительно используете перед тем как вы выполняете макияж делайте любую форму маски или просите ее например вы к ней приезжаете уже она с масочкой вас встречает и после этого вы начинаете работать затем она века я наношу консилер белорусской компании виттек мне нравится очень сильно последнее время на белорусской косметики работать бюджетная прекрасного качества и действительно но вот многие продукты действительно классные девчонки что тут скажешь вот в данном случае консилер наношу на века и при этом я буду даже тонировку лица полностью делать консилером настолько он мягкий такой знаете прозрачный тонкий потому что я хочу все-таки тонкий слой тонального продукта на кожу чтобы не подчеркивать сильно морщинки не вбивать туда а всего лишь сделать свежесть и ровность консилер на века нанесла растушевала и затем уже фиксирую полностью матовыми тенями да девочки прям вот такими широкими мазками на самом деле макияж очень быстрый экспресс я бы сказала и основной все-таки будет такой вот акцент на очень сверкающие тени на ресницы соответственно да то есть за счет этого блеск глазах усилится яркость в лице появится и поэтому быстро я к этому собственно и перехожу когда я нанесла матовые тени вы видите поверх на яблоко на середину прям вот я на самую выпуклую часть глазика наношу тонким слоем естественно продукт который у меня зафиксирует мои все блестящие пигменты то есть рассыпчатые пигменты нужно обязательно на базу наносить поэтому естественно они будут прекрасно липнуть и держаться целый день без проблем вот так вот после того как я тонким слоем нанесла базу уже прихлопывающими движениями кисточкой наношу рассыпчатые пигменты плотной вы наблюдаете это насколько плотно девочки то есть прям вот такая плотность повышенные за счет этого получается супер сияние самое главное рассыпчатые пигменты не нужно растушевывать девчонки не нужно вот кисточкой вводить самое главное когда вы сделали набор на кисть то прям прихлопывающими движениями начинаете распределять полностью на ту зону где нанесли базу то есть соответственно прям прилипает без проблем и за счет того что вы прихлопываете на базу тени за счет этого еще усиливается их стойкость то есть не нужно прям кисточкой шурудить туда-сюда водить нет ни в коем случае а непосредственно плоской кистью лучше всего прихлопывающими движениями и следующий момент переход от матовых теней до как раз и теней рассыпчатых лучше всего делать вот так вот тоже прихлопывающими движениями когда я набрала на другую кисть уже непосредственно кстати вот эта кисточка очень удобный девчонки алиэкспресс в помощь получается как факел но немножко в треугольной такой позиции очень удобный классный прям на удивление она мне очень так зашла все ссылки на все продукты внизу под видео вы находите я вам как который непосредственно здесь работу рекомендую и действительно проверила и они мне нравятся то есть данной кисточкой я прохожу также там пующими движениями но при этом использую уже матовые тени за счет этого и плавность перехода образуется то есть матовыми тенями поверх вот этих рассыпчатых теней сиянием когда проходишь автоматически у вас получается плавность то есть еще в чем плюс как раз когда вы рассыпчатые пигменты используете что их растушевать вот так вот не составляет никакого труда плавность перехода добивается легко и просто при помощи как раз матовых теней поверх которые вы вбиваете какая проблема основная существует если вы выполняете лифтинг макияж конечно мимические морщинки присутствие их избивание теней в них как раз спустя время поэтому вот так вот дополнительно еще больше я фиксирую тени на веке непосредственно фиксатором для макияжа у меня в руках был инглот сиянием и я натянула полностью верхний века вверх вы видите придержала в этот момент лиду попросила посмотреть максимально вниз чтобы она тянула века вниз свою когда вот смотрит вниз и за счет этого натяжения полностью нанесла фиксатор для макияжа подержала чтобы он просох и после этого только отпускаю то есть в таком случае у вас хорошо фундаментально фиксируется полностью все тени на веке вы скажете а почему нельзя это делать в конце макияжа я и в конце зафиксирую хорошо девчонки сейчас я просто прям конкретно фиксатор нанесла на область глаз чтобы сразу изначально сделать фиксацию ну есть такая проблема когда например с возрастом мимических морщинок столько что хочется фундаментально удержать тени прям вот чуть ли не сутки и чтобы они не поплыли они прекрасно держались и поэтому конечно же я делаю вот это все ступенчато не за раз то что в конце издалека там побрызгал фиксатором нет конкретно в направлении прям века я сейчас выполнила фиксацию после этого выполняю не форму же прорисовываю да и вы видите что я стрелку выполняю очень тонкую вот линию такую тонкую который будет служить как раз для приклеивания мне ресничек девчонки то есть не то что я конкретно делаю линию для формы глаз нет я делаю для ресниц основу поэтому эта линия тоненькая не утяжеляющие века если прорисовать прям стрелку толстую достаточно то есть опасность что опустится глаз закроется от своей тяжести от присутствия мимических морщин и соответственно вы утяжелите наоборот глаз поэтому здесь нужно аккуратно действовать и я только эту линию прорисовала в качестве основы тоненькую прозрачную на которой могу уже приклеивать пучки но если ее не прорисовывать потому что потому что бывает что да говорят что ой вы знаете я давно не рисовала себе стрелки я не хожу не хочу очень яркий макияж и многие говорят вот таким образом чтобы не я не делал например стрелку все люди разные все клиенты разные поэтому соответственно я всегда говорю что это тоненькая линия на которой будут держаться ваши реснички то есть будет основа глубина макияжа глаз задаст не обязательно для глубины рисовать очень толстую яркую такую стрелку понимаете то есть здесь нужно исходить из возрастных данных и от задачи непосредственно а вот с ресничками я поколдовала здесь серьезно почему потому что разные варианты ресниц использовал девчонки то есть когда у вас стоит задача приклеивать реснички а свои ресницы не сильно длинные не сильно густые а вы хотите все равно открыть глаз например нависающие века перекрыть и клиенты не всегда хотят длинные ресницы то я все-таки в этих случаях делаю очень просто сперва начинаю приклеивать с небольшой длины в данном случае у меня 11 миллиметров внешний уголок составляет 3 пучка я приклеила 11 потом на 10 выхожу и затем она открывает глаза и для неё например для неё века вы видите что они уже такие хорошие даже 11 миллиметров в 10 переходящие уже хорошие ресницы все зависит от формы глаз от своих ресниц ведь иногда я приклею например 13 миллиметров и там смотришь и сразу кажется что они маленькие для неё поэтому все индивидуально всегда и здесь я приклеила для начала 11 потом 10 и открыла она глазки я смотрю а можно же добавить можно усилить потому что здесь будет это хорошо уместно смотреться и глаза еще больше будут как бусинки поэтому соответственно я поверх этих ресниц еще будут добавлять другие варианты понятное дело что внутренний уголок я увожу прямо на 8 миллиметров то есть на коротенькую длину совсем на маленькую но поверх вот этого ряда почему я сказала что сперва не стоит сразу длинные приклеивать потому что этот ряд будет служить основой а следующий ряд вы можете уже приклеить между предыдущими ресничками пучками и таким образом создать вот такой 3d объем из ресниц и следующий ряд я клею из других уже пучков девчонки то есть более толстые пучки беру более объемные и за счет этого естественно плотняется линия но самое главное когда я приклеиваю пучки я всегда прошу не открывать глаза потом помогаю открыть если где-то что-то клей протекает я помогают крыть клей из латексной основы соответственно он как резиночка тянется разрывается и не проблема глаз открывается то есть никаких таких видимых что там проблем существует в момент что глаз заклеился нижняя ресничная линия склеилась с верхней не составляет труда клей разорвать и открыть глаз без проблем девочки никаких у меня таких случаев не было что там раздражение или что-то еще нет клей настолько мне нравится на латексной основе им удобно работать он сперва белый а затем высыхает становится прозрачным вы видите что поверх как раз я добавляю сейчас еще больше линию добавила ресниц и поверх добавила реснички уже в форме ласточкиного хвоста то есть вот такая форма она дает и длину и кстати я добавил это уже длину 13 миллиметров там два пучка у меня даже в край я пустила по 13 миллиметров но ресницы форме ласточкиного хвоста они не дают эту длину полностью вот такую действительно толстую объемную поэтому соответственно можно приклеивать редко эти реснички и соответственно это не ощущается действительно как очень сильная длина в момент когда я приклеиваю всегда спрашиваю удобно неудобно колется или не колется вот эти моменты обязательно спрашивайте потому что возможно где-то колется пучок но бывает редко но бывает что-то такое неудобство пучки это такая часть ресниц которые должна быть невесомая удобная комфортная прекрасно человека должен женщина девушка проходить целый день без проблем с ними девчонки то есть они не утяжеляют глаза они прекрасно держатся в течение всего дня и не как сказать не мешаются до комфортной абсолютно в носке форму глаз и цвет глаз я еще больше усилила внутренние слизистые подчеркнула под цвет глаз непосредственно каял в цвет глаз карандашиком и вы видите что глаза еще больше стали с акцентированы и следующий шаг тонировка то есть все от глаз я отстала сказала ли да отдыхайте пока я все остальное уже буду тонировку делать периодически опускайте глаза вниз потому что тяжело смотреть на камеру на непосредственно свет яркий и тонировку выполняю консилером как я ранее сказала да для того чтобы сделать мягкий переходящий плавный тон прежде чем под глаза нанести консилер я вы видели добавила сыворотку да мне нравится этот эффект когда добавляешь сыворотку и тут же ее растушевала и поверх вот этой влажной сыворотки использовать консилер что дает такой микс из сыворотки и консилером то что у вас там присутствует под глазками вокруг глаз мимические морщинки которые активно проявляются потом в течение дня и лучше этого избежать соответственно максимально увлажнить и нанести два продукта для этого вместе но самое главное чтобы они были совместимы девочки очень часто сыворотки дают такой клейкий эффект такой вот знаете больше стягивающий поэтому здесь нужно понимать и подобрать сыворотку который хорошо с вашим консилером взаимодействует поэтому здесь это важный пункт если вы подберете то вы пораникнетесь этой темы когда тонким слоем наносишь сыворотку и на влажную сыворотку растушеванный тут же консилер прям пробивайте растушевывайте очень важно растушевка девочки растушевка всегда должна выполняться деликатно и за счет этого растягивания у вас получается минимум продукции и за счет этого в конце дня у вас нету таких ярко очерченных морщинок затем я всегда говорю закрой глазки не разговаривай максимально спокойное лицо чтобы я пока не зафиксировала уже полностью тон пудрой и лучше всего не разговаривать а держать лицом максимально спокойном виде без мимики после этого растягивают он вы видите в зону краевой линии волос и декольте то есть полностью работают только консилером девочки то есть тон я использую консилер мягко растягиваю здесь нету таких знаете как бы предписание что здесь очень толстый какие-то нужно тональники использовать чтобы перекрыть какие-то дефекты нет здесь наоборот деликатный тот случай который нужно прям максимально уменьшить в тональной основе и растянуть и сделать полупрозрачный бархатный эффект на кожи когда говорю что почему я спрашиваю клиентов колется реснички не колется где-то что-то мешает я всегда веду диалог и заботиться о своих клиентах ну потому что это важно девочки но она доверила вам свое лицо лицо это драгоценная часть которую вам доверяют наши девчонки женщины и даже укладка не столь драгоценная поэтому всегда спрашивайте интересуйтесь и участвуйте в процессе не агрессивной девчонки потому что это наши клиенты и вы должны понимать также как любая девочка прочувствовать этот сам уникальный процесс преображения и так для преображения для румяности для того чтобы задать вот эту свежесть еще большую я использую конечно же румяна но румяна в самом его простом виде в жирном виде жирный продукт эта помада любая помада это отличный способ зарумянить то есть тот самый жирный продукт который замечательно сочетается с любым тональной с любой тональной основой с любым консилером то есть прекрасно наносится растушевывается и вы видите что я прекрасно работаю двумя помадами в совокупе и в тональной гамме они соответствуют как раз моим теням то есть в целом будет вся такая композиция знаете в теплых пудровых тонах затем еще можно усилить румяна уже непосредственно сухими продуктами но изначально под основу лучше всего делать жирный такой вот пигмент для того чтобы задать румянец изнутри получается он подсвечивает вашу кожу для фиксации тональной продукции я уже непосредственно использую вы видите пуховку про пуховку каждый раз рассказываю что они мне прям очень нравится почему потому что во первых можно затонировать хорошо лицо пуховкой да даже если вы не используете например мужском гриме в мужском макияже не используете тональную основу а просто проходите пудрой то хорошо не кисточкой проходить а как раз пуховка пуховка феноменально сглаживает все дефекты на коже она получается утрамбовый тон то есть полностью у вас тон прибивается я на сейчас наношу рассыпчатую пудру максимально она такая мелко дисперс на этой тайская мне нравится на самом деле с целой серии этих пудр потому что она замечательно скрывает с легким сиянием потому что она скрывает также легкие морщинки легкие какие-то дефекты кожи потому что сиянием сама изначально пудра она мелкодисперс на и наносится растушевывается все излишки забив все излишки получается пуховка собирает на себя а если нужно какие-то дефекты замаскировать то она замечательно утрамбовывает в этих зонах поэтому вы сосредотачиваете как раз пуховкой в тех зонах где нужно прям пробить хорошо тон и вот пудры пробиваете и за счет этого получается и гладкость и равно там и сияние пуховки я все абсолютно покупаю разные формы разные толщины и величины на алиэкспресс и в подарок обязательно клиентам своим отдаю потому что конечно на мероприятие она сама припудрилась пуховкой промокнула и замечательно отвела свой вечер как бы или свое мероприятие или но в любом случае важные события жизни и так брови обратите внимание на брови здесь очень большая разница в них то есть настолько сильно подчеркнута асимметрия что яркость в них я не буду добавлять акцент я в них не буду делать потому что форму брови как таковой нету понимаете и сделать я сильно ее не могу потому что еще раз повторюсь во первых очень сильная высота и разница то есть выравнивать не имеет мне смысла объясню почему потому что здесь будет очень активно участвовать прическа в данном образе а прическа будет настолько объемная текстурная с челкой что брови у меня просто перекроется под этой челкой поэтому смысл яркость добавлять грубость бровям я не хочу то есть основной акцент я делаю на глазах и брови у меня просто перекроется за счет челки и открою вам секрет это очень удобно когда вы работаете и вы мастер универсала вы делаете прическу макияж и вы понимаете что где смысл есть составить акцент а где есть его просто не делать потому что в сне имеет смысла но не имеет смысла здесь работать с бровями настолько ярко их делать и еще объясню когда вы делаете лифтинг макияж то сильно яркие брови уж очень сильно создают вот этот вот знаете кукольный эффект яркости очень сильно создают эффект брови акцент и жесткость вот присутствует горизонтальная линия межбровная до морщинка и я начну брови прорисовывать и я еще больше задам на ней акцент поэтому эту зону я не стала делать так как все равно челка все закроет и поэтому я слегка прорисовала тушью конечно брови гелью сделала брови но сильно акцент на них не делаю объяснила почему затем продублировала румяна уже в сухом виде и конечно же подчеркиваю нижние века в легкой растушевочной форме матовыми тенями девчонки то есть у меня внутренний цвет каяла в цвет глаз и естественно по ресничкам которых нету на нижнем веке да поэтому я их не не прокрасила прохожусь слегка матовым оттенком теней этого достаточно то есть нижние века сильно акцент не делаю в растушевке не подчеркивают только карандашиком слизистую подвела все то есть это у меня правило работает когда вы знаете нету задачи сильно увеличивать глаза то есть когда вы хотите распахнуть сильно увеличить глаза сильно яркий макияж сделать тогда конечно вы и снизу подчеркивайте но когда снизу подчеркиваете глаза имейте ввиду что все равно мимические морщины все равно возрастные вот эти изменения никто не отменял и тени в нижнем веке очень часто бывает то что плывут скатываются ну то есть вот эти все истории поэтому не всегда нужно подчеркивать в лифтинг макияже в нижнее веко вот именно непосредственно растушеванными тенями я имею ввиду и по цвету помады конечно девчонки немножко когда я монтировала уже видео по другому взгляд был со стороны потому что все-таки цвет меняется когда видео уже в съемке и тут я смотрю и озвучку делаю же вместе с получается с вами как вы смотрите сейчас на экран то я могу сказать я бы сделать чуть поярче помаду но в жизни когда мы сделали это было очень классно осмотрелась но в любом случае понимаете жизнь и мы знаем съемка все равно отличается по яркости да и тут я сделала все вроде бы в единой цветовой гармонии а для лиды можно было слегка поярче помаду это было бы совсем шикарно но хотя у каждого свой вкус свое мнение и обязательно напишите его в комментарии как вы считаете по тональности по цветовой композиции насколько этот макияж идет леди или не идет и конечно следующий этап преображения это уже когда я выполняю макияж перехожу затем после на укладку на прическу укладка легкой объемной невесомая та самая укладка который тот мне в комментарии написал абсолютно выполнена без расчески не знаю плохо это или хорошо что я выполнила ее как будто бы по вашему мнению без расчески но те та самая укладка который я просто обожаю если честно они легкие свободные текстурные и невесомые если говорить по поводу укладки то укладка феноменально корректирует лицо вот давайте еще раз внимательно на лиду посмотрим как ей хорошо все таки с челкой девочки тот самый случай когда укладка занимает просто феноменальное место в коррекции во всем образе и поэтому я когда говорю что акцент на брови не делайте если например челка все перекроет и там будет феноменально объемная воздушная укладка на которую вы больше перетяните внимание брови если бы я ярко подчеркнула то они наоборот в агрессию бы ушли то есть они в такой вот знаете яркий вид очень сильно то есть где-то нужно успокаиваться и не делать акценты поэтому здесь я даже не стала заморачиваться и на бровях то есть непосредственно делать акцент в укладке в укладке челки и в объеме воздушности самый акценты в этом образе сделан в любом случае я выполнила работу за вами комментарий как вам такое преображение нравится ли не нравится обязательно пишите свое мнение ну конечно подписываемся на канал а также добро пожаловать во все мои социальные сети в друзья конечно не теряемся подписываемся с вами была как всегда художник гример денякина светлана поэтому конечно же ловите хорошее настроение чувствуете она меня просто супер и я вам его также дарю дарю хорошее настроение улыбку чтобы у вас в душе все цвело пахло и просто все получалось так как вы захотите дорогие мои с любовью для вас от сет чистого сердца до свидания и до новых встреч на моем канале